Вечное счастье Оно может быть, если только когда мы едины А на материальной платформе здесь, в мире Мы не можем, и детства невозможно достичь Детства можно достичь, только если мы будем все служить И делать всё для Кришны А мы это как бы не делаем все вместе Поэтому мы не получаем счастья Вот И этот мир, он подобен ярмарке На которой Когда мы идём с отцом Если на ярмарке, то всё это Сверкает, всё красиво Всё нас привлекает, нам хочется всего попробовать Всех каруселей, всех сладостей Всего Но как только мы теряем своего отца Нам не нужно ничего Мы как бы всё расстроены Нам ничего нас не привлекает Вот И если Кришна держит нас за руку Тогда мы счастливы Кришна, Он вечный Молотой, красивый И поэтому мы все Мы дети Кришны Дети своего отца Поэтому мы всегда хотим быть Вечными, молодыми и красивыми И оставаться Всегда хотим быть умными Обладать всеми знаниями Вот Поэтому Ну я всё не буду Ехать с участием Вот этого Кто-нибудь ещё хочет Продолжение? Одна 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 Человек Когда он был Человек разумный Он задаёт себе вопрос Почему Чем я отличаюсь от животного И для чего вообще Я пришёл сюда на землю И большинство людей Почему-то думает Что люди пришли на землю Для того, чтобы решать Свои материальные проблемы То есть Получать образование Богатство Хорошую семью иметь И тому подобное Но человек не задумывается Что на самом деле Это проблемы Абсолютно второстепенные И решать нужно Далеко не эти проблемы Стремиться Вообще не нужно решать Эти проблемы А самая главная проблема Для человека Которую нужно решить Это Как сделать так Чтобы больше не рождаться В внуках И как сделать так Чтобы потом не болеть И в внуках не умирать То есть Главная цель К чему должен стремиться человек Это стать бессмертным И прийти к Кришне И служить Кришне Совокупление Еда, пища И оборона И вот нам Гурудер Приводил значит Пример Он приводил пример Великого судьи Который судит людей Но сам тоже является грешником И приводит историю Приводит историю Встречу со свиньей И значит Поскольку он судья Он значит Хотел свинью кнуть на горе Но его поразило то Что свинья стала говорить Человеческим голосом И свинья ему сказала Ну чем ты отличаешься от меня И стала приводить пример Что я значит У меня есть У тебя есть одна жена А у меня говорит Много жена У тебя говорит Один сыр А у меня говорит Много сыновей У тебя говорит Ты чтобы Тебе иметь в доме Там богатство Деньги Славу Почет Ты хочешь Вот А мне говорит Этого не нужно Говорить Я Деньги мне не нужно Добывать Прокормиться Мне тоже непросто Тебе чтобы Прокормиться Нужно зарабатывать Тяжелым трудом Эти деньги А я говорит Каждое утро Воколем Мне всегда Утром Бесплатный Горячий Завтрак И таким образом Нам Эта история Показывает Что Обычные Кармические Люди Как их называют Они ничем Не отличаются От обычных Плотных Такой же Пример Был Когда Индра Попал Тоже На нашу Планету Земля И Он Потом Получил Тело Свиньи И в итоге Он Здесь Так Отжился Что Он Не хотел Возвращаться На Свою Возвращаться Когда Его Хотел Господь Обратно Задать Своё Царство На Индра Оху То Он Отказался От Этого Потому Что Как же Я Уйду Здесь Жена Как Я Убер Здесь Не Деть И Постепенно Господь Стал Его Забирать Вначале Жену Забрал Потом Детей Забрал И Потом Его Самого Забрал И Вернул Его Царство То Нам Показывает Что Материальное Тело Оно Настолько Покрывает Духовную Душу Его Свару Что Человеку Здесь Нравится В любом Виде Человек Наружается Ни Живот Ни Птицы Ему Здесь Нравится И Вот Поэтому Цель Человеческой Жизни Багладгита Поведана Человечеству Для Того Чтобы Люди Обрели Взаимоотношения С Господом Любовь Богу Обрели И Вернулись Его Обители И Это Любовь Это То Через Что Можно Обрести Это Багти Чистое Предное Служение Господу Бескорыстное О чем Наш Гуру Девшим Поряд Всегда Говорит Чистое Предное Служение Никаким Другим Способом Нельзя Вернуться Кришне Только Прямым Путем Через Багти Йогу Харик Здравствуйте Счастливыми Для Кришны Например Вышки ставят Воробьи Умирают То есть Телевизоры Люди Очень сильно Поколение Деградирует Молодежь Очень плохо Растет Они смотрят Это все То есть Мы такие Выводы Можем Им сообщить Также Интернет Мобильные Телефоны Это все Очень Пагубно Влияет Хотя Конечно Можно Это все Использовать На благо Как Предное Это делать Но Тем не менее Люди Этого Не делают Они Используют Это В очень Других Нехороших Сотех Вот Также Я еще Вчера Подходила С вопросом К Махараджу Дополнительно И Задала Такой Вопрос А Что Делать Когда При проповеди Они Говорят Что Ну Есть же Плохое В мире Это Баланс Он должен Быть И без Этого Очень Плохо И То есть Без Этого Никак Нельзя Жить Я Сдала Вопрос Махараджу Когда Они Так Говорят Что Что Нужно Какие Выводы Нужно Что Нужно Сказать При этом Махарадж Сказал Что Это Специально Кришна Так Устроил Что Есть И Плохое И Хорошее И Так Должно Быть О Прямо Прямо Чисто Прямо Наука утверждает, что счастье находится в чувственном удовлетворении. Поднимите руки, поднимите руки. Кто-нибудь помнит? Наука направлена на то, чтобы как можно больше разнообразить чувственные наслаждения. Чувственные наслаждения приводят к тому, что человек либо становится рабом, либо он погибает. Есть примеры, которые описываются. Например, маленькие мотыльки, насекомые, их чувства привлечены огнем. И они летят на этот огонь, и когда они пролетают, их чувства настолько сильные, что они даже не замечают, как они сгорают. Это вот чувства. Потом следующее чувство описывается. Это олени, у них очень тонкий слух. Охотники не могут их поймать. Поэтому охотники придумали такое средство. Олени очень привлекаются к красивой мелодии. И когда охотники играют на фрете, тогда олени замирают, и они их легко могут поймать. А еще есть такое описание, есть очень большой животный слон, он очень сильный. Окей, вы можете сказать олени. Это слушание, и это touch. Вы можете сказать олени. Окей, я вижу. Слонов ловят тем, что они дрессируют. Какое чувство? Это чувство осязания. Словость. Ловость. И, соответственно, они тренируют слониху, чтобы она вышла в лес к диким самцам. И когда она начинает о них тереться, слоны забывают обо всем и готовы за ней последовать куда угодно. И слониха сама приводит их в ловушку, слон падает в яму, и тогда уже страдая от голода, он готов уже выполнять любую тяжелую работу. Это очередной пример того, что если мы не владеем своими чувствами, то тогда мы просто либо становимся рабами, либо умираем. И вкус по рыбам. Да, и точно так же еще одно чувство, это вкус и рыба, когда она... Окей. А кто-нибудь, расскажите про рыбу, пример с рыбой. Пример с рыбой, когда рыбак, он забрасывает удочку. На крючке находится червяк, который очень вожделен для рыб. И рыба, хотя она уже когда начинает его есть, она чувствует, что крючок, опасность. Она все равно, так как влечет ее этот вкус, она проглатывает крючок и, соответственно, попадает на сковороду. Вот, надо держать чувства под контролем. А также еще, суть, что, ну вчера же лекция, что все, что считаю, стремятся к счастью, потому что природа Бхагавана сочетана, да также природа Джива сочетана, то есть вечность знаний блаженцев. То есть всех не думают, что мы стареем, все не думают, что мы глупые, все хотят обрести счастье. Что это значит? Насига, это нос, кто помнит пример? Про запах, кто помнит пример? Плес, это уже вспомнил. Она говорит, что это, что это, это глаза. Она уже вспомнил. Она говорит два вещи. Хорошо, она может спросить. Если Кришна сказал... Пхагавадхида говорит, что Вы мажор, Он говорит мажор, почему они подняли примеры, что Вы мажор, как Вы мажор. Вы понимаете? Почему люди живут как жалкие убогие люди? Но кто-то дает ответ? Что это обозначает? Записывайте мне лекцию. Окей. Вы? Да. Люди, которые не используют свои чувства в служении, они называются как крипана, то есть как нищие, ленивые. Мы должны свои чувства использовать в служении Кришне, в служении Гуру. Миллионер, у него много денег, но он сидит и погибает с голода. И так же у нас, у нас очень совершенные глаза, ну не очень совершенные, но гораздо совершеннее, чем возможности техники, чем возможности камеры. Мы можем видеть и различать. Очень хорошее осязание относительно технических каких-то средств. И мы вот эти вот свои возможности должны максимально использовать в служении, в проповеди, в служении Гуру, в Вашнава. И только тогда мы не будем считаться крипанами нищими, потому что иначе никак. Мы для этого пришли, получили это воплощение, чтобы служить и чтобы отправиться обратно к Кришне, в духовный мир. Окей, хорошо, спасибо. У нас есть 7 проблем. Вы знаете, вчера вы говорили, но не объяснили. Ларги. Может, я могу объяснить в шоке. Что? Возможности я не знаешь. Эти 7 проблемы. Остались с кем-то, кто говорит нам, кто пишет, что это адяддми где-то. Это мое человечество. Это мое человечество. Вы можете спросить, что это 7. Вы можете установить. Пять основных проблем или страданий и страданий в этом мире. Вosotros есть 7. В этом мире есть 7 – это рождение и болезнь, немощь, старость и смерть. Ах, Харе Кришна! Вы знаете эти вещи? Адхиатмик — кто приходит из сознания? Харе Кришна! Итта и горы праимананде! Харе, Горе, Горе Кришна! Вы can listen in second class, ok? Харе, Харе, Крикан, 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 Крикан! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Итак, вопрос идет о том, что Бог существует? Или, что материал материал работает от материал power? Или материал энергии работает от God? Многие scientists говорят, что все из материалов, которые все изменили, все изменились. Но некоторые говорят, что Бог существует. Если Бог существует, то как Он есть, то как Он есть, то как Он есть, то мы пытаемся понять. Сегодня мы будем обсуждать то, существует ли Бог, и что находится за движением этой Вселенной. Либо это материя, и только материальные законы движут Вселенную, либо всё-таки за всем творением, за всем развитием Вселенной стоит Бог. Ученые поддерживаются концепции материи, о том, что из материи произошла жизнь, и материя сейчас меняется. So, now we are trying to understand God, how He looks like. So, one time, in one village, this question came. So, that time, one sadhu came to one village. So, all the villagers gathered to greet this sadhu. Then, that sadhu asked the questions to the villagers. How many of you believe in God? You all raise hand. So, that was the question raised by the sadhu. How many of you believe in God? You all know the story? You all know the story. You all know the story. How fast everyone is there. Then He tells you, if you believe in God, He is calling me to God. Then He left. Then next time, you are telling half you can raise, half not. Then He is telling, who is the belief you can tell, who is not, don't know. Third time He tells you, what can He do. you all know. You know? Then the second time, anyone doesn't raise your hand, it will help him. Наконец это получилось. Собралась вся деревня, все жители. Пришел сам, ему дали самое главное место. И первое, что он спросил, а верите ли вы в Бога? Вы верите, что Бог существует? И никто не поднял руки. А, все подняли руки, он спросил. Ну хорошо, все верят в Бога, так о чем я тогда говорил? И ушел. Если вы в Бога не верите, о чем я буду вам рассказывать? И ушел. Тогда они уже не знали, что делать. Наконец какой-то мудрый из них сказал, давайте одни поднимут руки, а другие не поднимут руки. Пригласили третий раз, саду пришел, сел и опять задал тот же самый вопрос. А верите ли вы в Бога, так? Одни руки подняли, другие пустили. Он говорит, ну хорошо, вот пусть теперь те, кто верит, объясняют тем, кто не верит. И ушел. Вывод в том, что вера у нас есть, но она у нас очень хрупкая. Продолжение следует... Вывод в том, что мы не знаем, что мы не знаем. Да, ты знаешь, кто врockey не видел, кто не позволяет. Это люди из них называют. Теперь вы инирируешь, что-то уже ș釣т, что у насkey быть. Может быть, кто не видел. Он сказал, что Бог и вы пребывают. Ну а как же может быть, если не отказались? Это просто не haz. ленныеけа Даши твои. Многие люди приходят в атеисты, поэтому, когда они отвечают на какие-то саду-брахмане, они не хотят отвечать. Так что они не имеют спекуляризма. Но как вы можете доказать это? Но никакого стойкого объяснения, никакой научной основы человек под это не знает. И так как материалистичная наука нажимает на то, что должны быть определённые доказательства, то люди, имея просто чувство, имея просто веру, оказываются в растерянности. Если, например, на улице спросить кого-то, ты веришь, что Бог есть? Он даже если скажешь, что он верит, он скажет, что он не верит. Он атеист, он живёт по правилам цивилизованного общества, которое предполагает только материалистичную науку. Если ты скажешь, да, я верю в Бог, какой ты глупый, какой ты наивный, почему ты веришь в то, что ты не можешь увидеть, не можешь почувствовать? Это значит, кто ты, какой ты умный человек после этого, какой ты разумный человек. Разумный человек что подразумевает в нашем обществе? Это значит, что вы можете остановить. А вы можете остановить. А свет – это напряжение. Они могут слышать меня. Они могут слышать меня. Они могут слышать меня. А вы слышите? Вы слышите? Хорошо. Хорошо. Вы говорите, что это очень важная школа для всех. Это очень важная школа для всех. Это очень важная школа для всех. Если вы учите эту школу для всех, то все вы сможете делать векторию. Ахахаха. Если вы хорошо обучитесь данной теме, данному предмету, вы сможете победить весь мир со всеми их сомнениями. Ахаха. Хорошо. Продолжение следует. Я хочу сказать, что я не могу сделать любой disciple. Я могу сделать любой другой, поэтому я могу сделать любой другой. Я хочу сделать любой другой. Махапрабхата говорит, что я не делаю учеников, я делаю только гуру, и Махапрабхата говорит, что каждый последователь – самый великий гуру. Махапрабхата говорит, что я не делаю учеников, я не делаю учеников, я не делаю учеников, я не делаю учеников. А вам теперь нужно просто посидеть, послужить, и вы уже будете этим обладать. Хорошо? Хорошо, да. Если человек не сможет объяснить свою веру, если он не сможет объяснить существование Бога на научной основе, он не захочет прослыть глупым человеком, и поэтому всегда будут придерживаться мнения о том, что он атеист. В Индии тоже в данный момент сейчас такая цивилизация. Даже несмотря на то, что люди делают дома все ритуалы, зовут браманов, проводят яхи, проводят самскары для детей, каждый из них считает себя цивилизованным человеком, что обозначает дождественно атеистом. А если спросить их, зачем ты это делаешь, если это посторонний человек, то есть если кто-то из близких скажет, то они будут говорить на уровне эмоций. А если какой-то посторонний человек скажет, ну а вдруг там кто-то есть, поэтому лучше сделать. Вот по этому принципу все живут. Очень важно, чтобы у нас не просто было какое-то интуитивное, вот вера, мы все рождаемся с верой, о том, что Бог есть, а чтобы мы могли четко человеку объяснить на нормальном цивилизованном научном языке. В этом мире есть люди, которые верят в Бог, но это mainly за то, что это за то, что за то, что есть люди, но они в боях, которые не верят в Бог, то я буду верить в eternal погас, или в хел. Тогда я буду верить в Амадута, и это и это. Среди этого страха, что в жизни кто-то идет в голову или в жизни, они ухудшились в себе. И поэтому они верят в Бог. Это из-за смерти. Это из-за смерти. Иногда они верят в Бог. Ислящие люди верят в Бог. Таким образом, родители, родители, семья или общество будет скажут, «Мы верим в Бог, вы не верите в Бог, почему не верите в Бог?» О, окей, то что, в какой-то родной семье, ребенок также начинает верить в то же самое Бог, но это то, что из-за своей своей прессии. Но эта фейт из Ловкик-шрады, это не очень долго-ласса. Потому что эта фейт из-за своей своей прессии, или из-за своей своей прессии. Но это не саинтифика или саастрия-шрады. Когда вы развиваете научную веру в Бога, то эта вера не может быть разрушена, не может быть разрушена. Это очень сильная вера. Ты пристанешь перед судом Божьим, и тебе будет воздаяние. И многие люди, которые родились в религиозных семьях, дети имеют именно такую веру. Кроме того, вера в людей происходит от нажима общества. Опять же, если ребенок рождается в какой-то религиозной семье, если все верят в Бога, почему ты не веришь в Бога? Бог есть, и ребенку это проливается. Но как вера из-за страха, боязни, как вера из-за того, что вот если все верят, то есть это как толпы, то и я верю. Это не настоящая вера. Это хрупкая вера. Эта вера будет существовать только до той поры, пока не пройдут настоящие испытания. И тогда этой верой не станет. Это называется мирская вера. Настоящей же верой является верой, когда ты веришь в шастре вера. Когда ты знаешь шастры и можешь все доказать на основе писаний и очевидного опыта. Вот это настоящая вера, когда ты это можешь доказать другому, вот это истинная вера. Она уже будет крепко, непоколебимая и останется навсегда. Когда ты идешь работать с зазами и остального, то Словом это пролистettes. Я не знаю, как ты это можешь дать вера. Как ты видишь, это вера. Так человек, это пролистой. И говорит о том, что я сейчас верю. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И поддерживать связь Была идея Усилия Огромные средства А эта вселенная Она также Все планеты Все небесные тела Они Работают по законам Там тоже есть На коммуникации Каким образом с вами существует само по себе Если в данном случае даже небольшой шаттл потрачено так много усилий, то все остальное образовалось само собой, гораздо сложнее структура. В самом деле был один ученый, который был назван Ньютон. Он инвентировал гравитационную теорию. Он был теистический ученый, он верил в Бога. Он всегда верил, что весь мир был создан из агентства Бога. Например, известный ученый Ньютон, Исаак Ньютон, который открыл закон гравитации, был религиозным человеком. Он верил в Господа. Он открыл закон, доказал закон, но это не отвергало его веру. Но у них были многие коллеги, многие коллеги-сcientисты, которые не верили, что Бог существует. Они верили, что все, вы знаете, все созданы на своем. Ни нет Солнца, ни Божьей, ни Божьей. Ни нет ни Солнца, ни Божьей. Но, кроме него, есть и другие ученые, которые считают, что материя произошла сама собой. Нет никого за это, нет никакого другого Высшего сознания, которое управляет всем этим. То, что он сделал, что его вначале, оно называлось своим парпентом, чтобы иметь гео-центрическое пространство. Земля-желательное пространство пока. Это был предположим специально-композитором поциональном уровне. Их очень хороший парпент, и вырослый карпент, и вырослый модел, все все, все все эти пояснения, все viele планеты, все тела, все материалы там JENNY, Он kept его в его drawing-room и вселенный общественный, и он привлекал со многие профессионалы на фесты. То есть такая история, то что Исак Ньютон имел конфликт с своими друзьями, которые были атеистами. И Санкт-Ньютон открыл закон гравитации, но кроме него его друзья не верили в существование чего-то высшего. И тогда Санкт-Ньютон пригласил хорошего плотника, одно хорошего ремейсленника, в котором они сделали идеальные модели небесных тел. И тот пригласил к себе друзей на чашечку кофе. Так что этот scientist inquired from Newton, о, где этот модель has come from? Санкт-Ньютон спросил ему, не особенное. В Basketballе есть одна из-за того, как мне говорится в виде модели, не может быть. Какой-то из-за того, как ничего, что-то из-за того, как название? Если есть идея из-за того, как нового ремейса, то есть, обжигации гравитации, из-за того, как бы из-за того, как переследовала в струк основы, нет. О ней не может быть. А если Кошкин сказал, что ли не? Если из Биг Бэнга большая explosion, прекрасная, хорошая, с небесной, с небесными, с древными, с небесными, 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 с небесными. Это была идеальная модель, которая была показана в сенебесные тела вместе с Землей. И друзья, которые пришли к Сакт-Нюттину, говорят, «О, какая замечательная модель! Кто это сделал?» А он отвечает, «Да никто это не сделал! Вчера у меня тут взрыв произошел, оно все само построено!» «Ну что ты врешь? Что ты лжешь? Что ты нам говоришь? Каким образом это могло взорваться и сделаться?» И Сак Микон говорит, «Ну, а каким образом тогда все, что вокруг нас произошло из взрыва? Как банановые красивые деревья растут, как бананы, как кокосы, как все это вокруг произошло из взрыва? То же самое?» «Показал он где?» «Когда хор систика пище, кое-напо чулее, гагарник, яйце, свами-махарджа удара, десе, ам самудр кинарану, гумерник, хатадам гади наимулия, хатадам гади наимулия, хатадам мобайл кей, хатадам гади наимулия. А, они сказали, друг, ты нас за идиотом двигаешь, каким образом образом это произойти из взрыва? Из взрыва, например, взорвали издательский дом, и продавались книги, как бхагават ги, бхагават ги, и другие книги сцами по себе?» «Ой, че-напо 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 че-напо, да». «Непро план, вяжи сцами ко мне просто побили два pmатур изimbарла, маленькие гаеры, большие гаеры, эти и так далее, чтобы создать watch, и также иметь эту мобильную технологию. Так много научных исследований было сделано. Эти не вещи, которые просто из-за нижнего. Они ходили к напомню, распространённых иubaев. И они настояли, прослужили это, как был в результате того, в какой случае, через миллион лет создало эти диски. Кто вам верит? Какое образом можно самим образовать свой видный телефон, часы, или что-то нечто подобное? Хотя сэропонит, 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 сэропонит. Чаруиско кишина, века, и тээээ, сэропонит, сэропонит. Еще работники, они сэропонит, сэропонит, сэропонит. And they found that the smallest integral part, the smallest particle, constitutional block of the body is the sail. And the sail, they looked, they picked inside the sail. And they found that the sail is so much more complicated than Krasnoyevsky or Moscow City. That there is, inside there are factories and houses and this intricate machinery and whatnot is there inside the sail. And they were wonderstruck by saying they thought that they have figured out everything because they have identified the sail. But they found that inside the sail a whole city exists. And in there they even found the space in entail. такой пузырёк, налитый жидкостью, ну, с ядром посреди меня, который производит нервы, в себе подобное. Но теперь наука, когда исследует клетку, многие из них уже меняют свою концепцию атеизма, потому что, когда они исследуют эту клетку тела, они вдруг обнаружили, что это не просто пузырёк с водичкой, там гораздо сложнее структура, если взять всё микро и макро систему, систему крупного мегаполиса, такого как Москва со всеми домами, со всеми коммуникациями, со всеми людьми, которые там живут. Так вот клетка, она сложнее по своему строению, чем Москва, чем Красноярск или любой другой мегаполис. Испаетесь, как Кита. Испаетесь, как Кита. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь об идеальной механизме регенерации этого тела. Если у нас будет порез на коже, то займёт просто небольшое времени для того, чтобы те же самые клетки восстановились, как они и были. Кожа и петели, всё восстановится так, как оно было до этого. Если же взять какое-нибудь другое творение, которое создан, например, человек, машину. Если машина сломается, то для этого нужно поехать в тех участках, там будут сваривать, приваривать, приклеивать и приделывать. Всё равно она не будет выглядеть даже при помощи посторонних объектов, она не будет выглядеть так, как она была новая. Она никак не может сравниться с тем, что дано и что дано уже от природы. Это творение более совершенна. Это творение не человека. То есть, там есть один большой кинь в Индии, его зовут Акбар, и он был уникан Бирбал. То есть, он был уникан Бирбал. Он сказал, что «Акбар объяснился на эту тему, что он ответил, что он ответил, что он ответил, что он ответил. Он сказал, что он ответил. Бирбал говор tayи, что он ответил и ответил, что он ответил на эту тему, Бирбал очень хорошо. Он ответил первую задачу. Он ответил, что он ответил на такую тему, что он ответил на находитку. Здесь у него ответил и что он ответил на стену,ardi его ответил и делал их оцениться, как я extractиваю. Mengiyакатаписан saúde она думает, что он ответил наinizi, куда он ответил на тура. Если он ответил, то инс moneyально-quéвали, он подарил, у меня от preparation, он отвлекался на destpt他們. Он страшный обащ are, он остался до пищи от силами, а не потянут, он bitался оттует или порemen, eco Millуру. Был такой царь Акбару, которого был министр Бирбал. Министр Бирбал. И тогда царь, чтобы проверить, испытать своего министра на мудрость, задал ему два вопроса о том, каким образом увидеть Бога, Господа. Будьте здоровы. Каким образом увидеть Господа и чем он вообще занимается. И тогда министр потерял покой, потому что он подумал, что как он ответит царю на эти вопросы, пришел домой расстроенный, и думал, что возможно он потеряет работу, положение, и возможно, его из-за разгоняя до стороны. So, that time, Бирбал, he was very perplexed, so his son came to him. Фотерра, про載ш crazy, потому что он сказал, что бilan мой род болит без Etherчата, и обр鳥 hasn't задавайте свои вопросы, и если не мой рода обозрés, он должны отзоваться. Абсолютно versaая. Что говорит с бене, аль ой он говорит, что этой вопроса так pazев! Я неج invasion, именно мой отep tail time preciso этот вопрос! Поэтому Дирбал, следующий день, он сказал ему, что мой сын может ответить на вопросы. Потом он заканчивал сына Дирбал, это означает, что он его приглашал. Он сказал ему, что мой сын может ответить на вопросы, когда они пришли, царь позвал сына. So that time, the son of Дирбал, he came and he told that, you know, king, you are asking me a very difficult question, but you are sitting on a very high throne, and I am just standing here in front of you, but you know, the one who answers the question is better than one who asks the question. So therefore, the person who is answering the question must sit on the high throne, and person who is listening to the answer should sit on the lower seat. So in this way, they exchanged their seats. The king came down from the throne and stood in front of that boy, and the boy sat on the throne, and the boy began to answer the question. When the king called the boy, he told him, that this is a very difficult question, but we are in a wrong position. Usually, the one who asks the question, he takes a lower position, and the one who answers is higher. Therefore, if I want to answer the question, I must sit up higher, when the king came from his throne and sat in the little boy and started to listen to him. So that time, the king asked him that how to see God. Then the boy told that bring ten liter of milk. Ten liter of milk was brought. Then the boy told, look inside the milk. Do you see ghee inside it? The king said, I don't see ghee inside. He said, but if I put some acid culture, some sour thing, that it will curdle. He said, yes. And then, after it curdles, then if I churn that yogurt, butter will come out. And if I boil the butter, it will become ghee. He said, yes. So in the beginning, we are not able to see ghee in the milk, but ghee exists in the milk. Similarly, God exists everywhere. Every single atom is present. But in order to see God, you will have to follow a particular process. Only if you follow that process, you will be able to see God. Yes. This process, our scripture telling, sraddha, sadhu sangha. This is the eighth process here. It explains what is the sraddha, what is the sadhu sangha, what is the bhajan kriya, how many kinds of anarta, what is the symptom of ruchi, what is the symptom of the asakti, what is the symptom of bhava, what is the symptom of praying. In the scripture, everything is processed. Like this, if a student goes to PhD, not he jumps. If you have one, class one, two, three. That's PhD. So telling like this, when somebody takes the darsana, Lord Krishna, our scripture telling, all kinds of suffering, everything. Birth, death, disease, disease, everything is finishing. You've got peaceful happiness. You are going to Goloka, Vrindavan, never come to this material wall, or become. You have got that thing, but when God takes darsana, you are asking, where is the God? You can start, the sinner will do, make and eat. So next day you are some process. You are followed, then you can achieve this God. The word. The man is in which the sinner's sword. He asked, if he comes to order 10 liters of milk. And when they have it, he said, he says, you see, not a gift. But I'm not sure. I know that. If I add them in here, I will take you this. If I take yogurt, if we have it, and will get it? Will get it? Yes. There is. In the same way. God is everywhere. в каждом атоме, но для того, чтобы его увидеть, нужен необходимый процесс. Если ты не продержишь этот процесс, ты не получишь ту ладу, которую ты хочешь скушать. Для того, чтобы получить ладу, для того, чтобы увидеть Господа, нужна определенная технология, определенный процесс. И в шастре написан этот процесс. В шастре в Писании дан процесс, как увидеть Господа. Для этого нужно пройти саду сангу, то есть нужно встретиться со святым. Баджана крия, когда ты начинаешь служить сангу. Анатхани брити, когда у тебя начинает сердце становиться чистое. Ништа, когда у тебя станет твердо непоколебимая вера. Потом у тебя появятся ручи, вкус к баджану, вкус к преданному служению. Потом асахти, когда у тебя уже появится естественная привязанность к Бхагавану. Потом появится бхава, према. В шастре этот научный процесс описан от А до Я со всеми симптомами, со всеми качествами, со всеми необходимыми составляющими. Это действительно научный процесс. И если тот, кто хочет увидеть Господа, пройдет этот процесс, он непременно его достигнет. Если человек проходит этот процесс, он на самом деле избавляется от своих материальных проблем, от своих материальных недугов и достигает духовное. У него появляются его духовные качества. Он начинает видеть Дух и в конечном итоге он может видеть Господа. So actually that child Hihat, he asked this child him, What is God doing right now? So the child answered that it is very simple. When as soon as I came, you are sitting on a very high throne I was standing in front of you. Зазвучить жители сосуды, но теперь сейчас вы будите стажировок и я буду сидеть на троне. Поэтому Бог также делает еще одинء. Он делает человеку священника, а в зоан Pvах. Он делает человеку очень хорош. Может быть, в сетях, может быть, в какой-то баре. И то, что баре может быть только, который может быть в лотере-текте и может быть в свободу. Поэтому Бог делает это, который просто замажет жизнь целого человека. И что все будет отчасти. Это это из Исхвара. У нас естьering, который решает. Он ехать, это способ, он ехать, он ехать. А теперь ответом на второй вопрос, о том, что Господь делает, я отвечу тебе так, сказал мальчик. Вот когда я пришел и сидел там на троне, а я стоял внизу, а теперь я взял это и переделал. Вот так же и Господь. Он захотел сделать тебя богатым, захотел сделать тебя бедным. Захотел сделать тебя здоровым, захотел сделать тебя победным. Он поставил тебе те или иные жизненные обстоятельства, как по своему желанию. Он тот, кто делает из невозможного возможным. Он тот, кто управляет всем мирозданием. Киртам и уважаемым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.П.Му А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А. Wizards А.Егорова Многие прекрасные планеты, они приходят только за счастье? Нет силы, нет силы, нет силы, они приходят несколькими. Поэтому должен быть какой-то conscient, какой-то супремий, внутри этих универсов. Сначала был инженер, который сделал дизайн этого здания. Далее этот дизайн был проверен другими людьми. Потом вбивали сваи в землю. Потом делали хороший фундамент, хороший плотный фундамент. Потом ставили железобетонные блоки с железными соединениями. Делались стены, вставлялись рамы. Потом была фурнитура, то есть внутренняя отделка здания. Это тоже нужен дизайнер, который бы сделал эту отделку. Таким образом, для того чтобы построить этот небольшой дом, для этого нужно было сознание многих людей, ста людей, может быть и больше. А что говорить о этой планете со всей ее атмосферой, которая гораздо идеальная, гораздо сложнее работает? Что говорить о других небесных делах? О Марсе, о Юпитере, о Луне, о Солнце, которое гораздо сложнее, чем просто это здание? Что оно образовалось само по себе, без усилий, без сознания, без идей? Какой нормальный богоразумный человек в это поверит? Какой нормальный богоразумный человек? Какой нормальный богоразумный человек? Нет! Зацепланты. О, И это дало много правительностей. Ноги правительства, воод plusieurs правительствok Deviastэzzao, И правительство, стандартных мини. Пошzan Все кривики начну, и начатьrom 박 хочем Ранцouverhing Постановку людей, всё hep będzie candлится. Поэтому правительство установлено от правительства, и есть личности, которые осуществляют, что мы надеемся к эти правительству. Для этого все работают, и все работает по определенным законам. Этот закон дали, он не возник сам собой из ничего. Были определенные люди, которые долго думали над этими законами, прорабатывали, испытывали, и они работают. Если сейчас, например, полиция или исполнительная власть возьмет себе отпуск на год, на неделю, на день хотя бы, то есть никто не будет смотреть, кто чем занимается, то в стране будет сразу хаос. В стране сразу будет преступность, несчастные случаи, катастрофы и все, что угодно. Если есть закон, есть законодатель. И обязательно, если есть закон и законодатель, там должна быть присутствовать исполнительная власть, которая смотрит и контролирует исполнение этих законов. Продолжение следует... В Индии существует шесть сезонов. Если в России четыре сезона, то в Индии шесть сезонов, которые явно видно по признакам. Когда лето, тогда очень и очень жарко. Когда наступает сезон дождей, начинают идти проливные ливни. Когда наступает, потом идет зима и так далее, другие сезоны. Кто делает это возможным? Кто дал эти природные законы? Что меняется там в атмосфере? Кто делает, следит за исполнением этих законов? Кто контролирует этими природными силами? Но, прямо на первые дождя, в автором века, всё, все леса, которые были стекsaусы, в воздухе, в воздухе, они снова становятся сверху. После этого, в автором века, в июля, очень холодная. После этого, в амуре и в вастрога, в сборной века, в веках, в социальном веках, в веках. Каждый год одно и то же. Потом сезон дождей, потом наступает осень, все водоемы становятся чистыми, вся муть оседает, потом становится холодно, потом наступает весна, вся зелень опять оживает. Потом снова готово, много сеансов и все-таки смеется. В Сибири также мы видим, что в Сибири начинается холод и медаль будет start and there'll be snow for so many months... ...4-5 months. Но снова готово, поэтому эта смесь будет пространств... ...м 인도 не может пропустить этот приоритет. Божие системы созданы Богом также находится в том, что в1нх год. В Индии шесть сезонов, которые образуют цикл. Никогда не бывает, что за место одного сезона пришел второй, они поменялись, или про один сезон забыли. После одного сезона, естественным образом, идет следующий, 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 это продолжается по циклу. То же самое здесь, в России, происходят четыре сезона. Все идет упорядочено. Есть определенная система, которая работает как часики. And you can see also the sun. The sun rises on time. And everyone knows, according to NASA or you see in the local Almanac or Zodiac, you can see that there is actually exact time when the sun rises is given. And the sun doesn't come even one second late. The moon also comes in the proper time. The moon rises according to the given time. The sun rises, the moon rises, and the sun will set on the proper time, and the moon will set on the proper time, and everything is running perfectly well. В определенном периоде, в атаках нужно появление вероятнее. по своим орбитам. Если Солнце встает в одно и то же время, оно встает идеально ежегодно в свое время. Кто следит за тем, что когда наступает весна, расцветают горчичные серии. Кто следит за тем, чтобы все шло своим порядком, чтобы горчичные семена в свое время и все шло естественным ходом. Кто следит за тем, что в России нет. Кто-то где-то, что это происходит. Если в России не встает, то все будет стоять. Если где-то не наступит, будет все время зима, зима, а что тогда будет саня? Индия. Ты был в городу Индия. So, just like this Earth, planet, we are standing on this planet Earth, and very wonderfully we are able to walk on this Earth. But this Earth, actually, Newton discovered that there is a gravitational force, and this is the gravitational force actually is keeping on this Earth. Otherwise, we will be all flying in the air. So, we are kept on the Earth by this gravitational force, and this force actually is created by God. It is coming from Ananta Shesh, the gigantic, million-hooded serpent who is underneath. He is attracting everyone. That is the Sankarshan, Gurtvakarshan force, the gravitational force that is keeping us, landed on this surface of the Earth. Otherwise, we will be all like paratroopers, right, in the next phase. So, who created such an ideal structure, that, несмотря на то, что мы все разные, я — определенный объект, и Земля — это другое небесное, это небесное тело. Почему я хожу по Земле, а не летаю? Почему всё растёт здесь? Кто сделал эту систему? Кто дал эти законы, таковым как сила гравитации? Кто создал этот закон? Кто следит за его исполнением? Этот закон дал Богом изначально притворение. Учёные не могут ничего подобного создать. Они могут открыть, обнаружить, выявить зависимость, но они не могут изменить этот порядок вещей. Они просто наблюдатели со стороны. И, как мы проходили, 사랑, мы нахладим пример, Продолжение следует... 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 Брама произошел из цветка лутаса, вышедшего из пулка Вишну. Таким образом, Кришна или Вишна являются отцом или источником всего мироздания. Только тот, кто является источником всего мироздания, он может являться Богом. Многие исследователи предложили теорию эволюции. Особенно Дарвин был преминентом. Дарвин сказал, что есть теория эволюции. Мы все начали из lower species. Из амеба, параметрия, акуратик, ахотик, 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 ахотик. Это не acceptable теорию эволюции. Они взяли в мозг и в мозг, и в мозг. Они начали прыгать здесь и там. И они чувствовали, что человек уничтожил все боли. Потому что он прыгал так много. Таким образом, даже один орган может быть в мозг в мозг. Многие придерживаются, верят в теорию Дарвина, которая построена на следующем порядке. Сначала были одноклеточные пузырьки с водой, как считала тогда Дарвина. Потом появились многоклеточные. Это когда много пузырьков с водой смешаны друг с другом. Потом идут пресноводные. Потом из пресноводных появляются сухопутные лептилии. Из лептилиев идут ликопитающие. Постепенно по этой цепочке доходят обезьян, как под вершиной. И вершиной этой воли является человек. Сейчас ученые делают различные эксперименты. И вставляют какие-нибудь органы из тела обезьян в тело человека. Они не переживаются. Это совершенно разные виды жизни. Когда перенесли мозг обезьяны в человека, то человек просто стал действовать как обезьяна. Он стал прыгать и все боялись, чтобы сломать себе кости и внешне, и другие части тела. So, actually, we cannot even have come from monkeys. Why? Because if today's monkeys, yesterday's monkeys have become human beings, then when will today's monkeys become human beings? But we see that monkeys exist, and also human beings exist. Also, we could not have come from a cow. Because if you say that I came from a cow, then you open the mouth of a cow, then you'll see that the cow has no upper teeth, only lower teeth. But we have both upper teeth and lower teeth, so we could not have come from a cow. As the cow has no upper teeth. So, then you're the ones? That monkey, monkey happens only, more than the instinct! That monkey happens only, and the monkey together, So the monkey happens always, Некоторые теории о том, что люди произошли от коров, но если посмотреть настроение заболевания коров и людей, то увидим, что это совершенно разные челюсти, разные зубы. Можно поговорить о том, что Неми Махарайдж говорит мне? Я слышала о том, что Неми Махарайдж является биохимиком, закончившим университет Оксфорда и Лондона. И он как раз специалист по археологии. Мне тоже это была тема интереса, потому что я раньше хотела быть археологом. Когда я читала его книги, современные археологи никто, ни один не поддерживают теорию Дарвина. Если раньше была такая теория о том, что на основании найденных полезных останков тех или иных видов жизни делали определенные гипотезы, вот из этого, вот это полуптица, полумлекопитающая, вот это полунасекомое, один вид жизни, как пусть другие. И раньше на основании этого делали различные цепочки, как на том острове или на этом материке происходило, менялись виды жизни. Но ни один биохимик, Неми Махарайдж говорит, это написано во всех современных журналах, ни один биохимик, никто из них не поручился за эту теорию, потому что проанализировав клетки жизни ДНК тех или иных остатков, тех или иных остатков, это совершенно разные виды жизни. Если считали, что вот этот получеловек, вот этот получеловек, полуобезьяна, это было нечто среднее звено между человеком и обезьяном, то это просто отдельный вид жизни, который существовал, который, возможно, возник, существовал. Это не человек и не обезьяна, это отдельный вид жизни. У них совершенно разный, у каждого вида жизни у него свои признаки, свои законы, по которым биологи определяют тот или иной вид жизни. Ни одно из звенов, которые раньше Дармин считал, брал за доказательства, не признано современными, не доказано современными биохимиками. Это совершенные разные виды жизни. И если некоторые, и также учёные часто говорят, ну, покажи, если была такая теория, значит, должен быть эксперимент, и хотя бы один раз доказан этот эксперимент. 300 лет прошло с появления этой теории Дарвина, 300 лет делают самые различные эксперименты, тысячи учёных, пробующих, доказывающих теорию. Ни одного удачного эксперимента, ни одного доказательства той теории получено не было. И просто есть ещё некоторые фанатики, которые говорят, нет, вот нужно подождать ещё лет 300, вот тогда мы положим доказательства. Но если нормальный человек, если нормальный человек поверит только тому, что уже доказано, как можно верить в то, что ещё не доказано? Казаннам. Казаннам. Как вы говорите? поэтому все что я могу но все и это иногда это это как когда я очень и 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 Продолжение следует... 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 что Бог создал творение, и в Ветах написано это очень подробно. Бог создал творение, это можно посмотреть, просто как в шастах написано, на день Акшар Пиття, на третий день солнечного, на третий день Вета. Это очень благоприятный день, что в этот день создаётся, уже будет нерушимо. Наш гаудлили Дангасани, которые тоже создали наши учителя в этот день, в этот день Акшар Пиття. Только в Писании мы можем найти информацию об этом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 о том, насколько у материалистичной науки слабый инструмент. Я вдруг увидела о том, что даже если ещё сотни веков, даже пусть очень быстро наука будет продвигаться, она только ещё небольшой, маленький сделает шаг вперёд, для того, чтобы открыть то, что и так уже написано в Шамад Багава. И мне это показалось немножко грустным. Я подумала, зачем я буду следовать тому, что будет стоять на месте, им очень медленно развиваться. Если, например, учёные сейчас только начинают говорить о том, что такое жизнь, клетка, строение, рождение, для них это чудо, они стараются это объяснить. Это всё на уровне фундаментала, описанного в Шамад Багава. Сейчас учёные говорят, о, в животе эмбрион, они начинают исследовать, как он там развивается. Оказывается, он там поезжий появляется в таком месяце, он там движется, как он лежит, они даже могут улыбаться. Если брать Шамад Багава, там написано не только, как в каком виде эмбрион, это было задолго до мостичной науки, в какой форме там находится эмбрион, всё по дням расписано, как он развивается, не то, что как он улыбается, не то, что он всегда находится в позе молитвы. Ну, в Шамад Багава-то ещё и написано, о чём думает этот эмбрион. Сколько науки потребуется лет для того, чтобы изучить, о чём думает эмбрион. Вся элементарная физика присутствует в Шамад Багава-то. Если говорят про протоны, нейтроны, электроны, всё это есть в Шамад Багава-то, только идёт гораздо глубже. То в мастичной науке не описывают про первые элементы. Невозможно. У мастичной науки очень ограниченные возможности. Но любой благоразумный человек, который учился в школе и который учился в университете, если вы будете давать им книги по строению Вселенной, каждый из них примет это. Потому что когда ты читаешь, когда ты читаешь, например, «Строение Вселенной» в Шамад Багава-то, у тебя открываются глаза о том, что это гораздо более фундаментальнее и не противоречит тому, чего мы учили в школе. Если говорили о том, что Земля, она круглая, так в Ведах она написана, кто бы раньше поверил в том, что Земля круглая. Сожгли того человека, насколько я помню. Коперника. А в Шамад Багава-то строение мира показано как с точки зрения небесных тел круглых, так и с точки зрения плоскости, о том, схематично, как это всё находится. Это всё было дано задолго до этого. Если сейчас только говорят про… О, возможно делать клонирование. Типа, это очень круто. Кто может? Что? Мы великие боги. Мы можем клонировать клетки. В Шамад Багава-то много историй, которые говорили о том, что раньше клонирование использовали мудрецы прошлого. Это вот, как помните, у ребёнка Гондарова порезали на сто кусочков. Пришёл мудрец, положил каждый кусочек, каждый горшочек, отдал определённую жидкость, и из них появились дети. Все одинаковые сто. Если любой нормальный человек, читая Писание, то будет ли он изучать ту или и иную в их науке, он примет это Писание. Нет никакого противоречия. Просто теории… Теории… Никогда не нужно верить в теории, то, что говорит наука, обещания науки. А так там всё верно. Я смотрю. Паркес, мы не понимаем. Когда я учил математику и физику, что мы изучили, физические логи, всё существует в Бхагаватам. Только разные теории, как Дарвин теории, как Эволюционные теории, как Биг Бонные теории, они не существуют. Если мы уйдем все теории, то есть всё существует в Бхагаватам. И если мы просто говорим о Бхагаватам, то каждый человек, каждый человек, каждый человек, каждый интеллигентный человек будет принимать Бхагаватам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что если домашний дом, то есть парады и ведут собственность, и� и иного сопротивления ему работать в сервисе, тогда только домашний. В этом году можно жить, но иначе не возможно. Так что мы не можем контролировать, мы можем даже контролировать тело. Например, у нас есть много разных сил, глаз, нос, надг Ex, на стороне дерева, tha чакаются его eyes. Но если вы тошиваете , а то8х не меняя, not горь experimenting и неellaся, на толп donít boys. бихаться ли не оşa�, в но в уходе н�и основные злуют hey. в descubры нет то, translucent Conflikt не дайся, в немножечко отможетеcell даят, рухаfeed она ещё пикает, общем оссластичное сердце или скид hedge, checkよね Look, ambos останавливаются зачеты по поводу телёж, по это похвамしok! Добро пожаловать на наш канал! Первое, мы сказали о том, что Он первопричина всему сущему. Только Тот является Богом. Второе, Он управляет всем сущим. То есть на санскрите называется Ишвара. Каждый из нас в некотором смысле Ишвара. И правитель всегда необходим при любом деле. Что говорить о такой большой системе, как этот мир. Если даже взять вашу семью, у вас все равно обязанности распределены. Кто кушать, готовит сегодня. Кто полы убирает. Кто мусор выносит. Если не будет распределены эти обязанности, будет хаос. Ругаться люди будут. Хаос называется. Точно так же и в этом мире все обязанности распределены между определенными личностями. Но непременно над ними находится Ишвара. Или правитель. Мы в некотором степени можем контролировать. Мы можем контролировать некоторые внешние объекты. Но мы не можем управлять даже своим собственным телом. Кто может остановить работу своего сердца. Или опять ее возобновить. Кто может управлять своим желудком, своей печенью. Кто может приказать своим глазам стать слепыми. Я не стану слепыми. Кто это может. Кто может сказать своему языку. Вот ты сейчас ешь, а мне не сообщай о вкусе. Кто это может сделать. Мы не можем управлять. Мы слабые в этом отношении. Мы очень ограничены. Мы некоторыми своими функциями можем управлять. Но если вы писье захотите, никто вас не остановит. Видимо, мы управлять не можем. Украина stamp now. Украина зажия chacun. Украина следует. Украина основа в том, кто её политической exploiter. Поз segundos есть жизнь. Интересно, что мы письмо на полюсерию. Él естьçeau что письмо словарь пр Aufg £10, письмо. А почему вы принадите наслиз weekly? Если вы хотите получить это санкрым, или если они находятся в ослики, то если вы хотите что-то искрости, то этот дом больше не входит, а у нас. То есть мы не самые лучшие правители этого домика. Но и вообще зарубежные страны контролируют. Но если российского государства много днем, а если tomorrow, Бог запоминай, что если умер 확진, если Россия в России, и мы вынаградим весь рост, то российского государства собственно не имеет верующего, все равно ничего не делается в американском. Но также в США. Вы увидите, что США 50 страны сейчас. И в США очень большая страна. Но раньше, когда американцы были там, даже наиболее, 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 наиболее. Тогда американцы просто получили их, и они получили наиболее страны. Но раньше, когда наиболее американцы пришли, эта земля была обнаружена на колумбасе. Колумбас уже обнаружил это, но это уже была представлена на Krishna. Поэтому, в конце концов, вы увидите, что все принадлежит ему, контролирует, создает, и принадлежит к Кришне. Все принадлежит к Кришне. Третий признак Бога – что он является всему хозяин. Все принадлежит ему. Все находится в его собственности. Те виды собственности, которые мы знаем, они все относительны. Например, у вас есть в собственности ваша квартира. Вы считаете, вот у меня есть документы, я владелец этой квартиры. Но на завтра… Махарыч одни примеры дал, у нас более насущные другие примеры. На завтра у нас поменялась власть, вашу квартиру забрали. Никто не посчитается на ваши документы, что самое популярное в России. Власть поменялась, то есть выше этой собственности, бумажной собственности, есть еще собственные страны. Кроме того, если одно государство напал на другое государство, оно забирает себе, и тоже не будет считаться с его правами собственности. до… если, например, Махарыч говорит, что Америка отпала на Россию, заберет ее собственность, и будет принадлежать ей. До Америки там были местные индейцы, это принадлежало им. все эти виды собственности, они относительные, они не вечные, они временные, а в конечном итоге все принадлежит Богу. Он это создал, поэтому все принадлежит Богу. А у нас это на временное. парамады мы понимаем, но мы все понимаем. Мы в Махарупады стримы, многое, многое, мы solamente устаем. мы в воздухе те же чёдь на нашей жизни, в Датчике мы понимаем, что это ощущается очень приятно. Пьян, это не очень приятно. Кстати, еще один номер, пока они там говорят, в Шамаддагу, там написано, что существует 8 миллионов 400 видов жизни. Так как я интересовался этим вопросом, читал научные статьи, ученые у нас в мире обнаружили чуть меньше миллиона видов жизни. То есть в Шамаддагу нам 8 миллионов 400 видов тысяч жизни, так же самое. Когда сейчас идет всеобщее потепление, то для ученых, для них открытие происходит, они везде пишут, что появился новый вид жизни, появился новый вид жизни из-за потепления. Вот тот или иной, они нашли какую-то там букашку, насекомое, новый вид жизни, и они могут это вставить в свою цепочку эволюции. Виды жизни оказываются, кто появляется, то исчезает, самый сомненный. То есть, ничего не привыкленно. То есть, если только один один tad ему привыкленно. И когда-то разная ката, что такое5000 gerade товарища, тогда когда он становится нашел nasal, ну, значит чтоbles семейшем. Также ранее тоже感じ larg rage мол Re sy ten increasing именно этот закона волоколажнена,zte что они proving себя. То есть, во время воздух, кто киснет в мозге, потом в насupują đến людям Bonера. То есть, мы не хотят видеть, поэтому мы, кто не видим, что они увидят он. Мы не appreciate что мы с Урkung нас, мы друг собой ко ND. Со мы ночью никак не видим в его Бога, потому что у нас есть на его самые-то. То есть есть три типа свидетелей. Праттекса — это значит, что на самом деле «сенсор» и «сенитар» — «ануман» — это значит «инфоренция», и также третья — это значит «сабдапраман» или «вибрационный, transcendental sound» Поэтому Праттекса Прамада имеет множество различий. Вообще существует три источника знания, это Пратьякша, Ануман и Шабдапраман. Пратьякша это наш опыт чувств, Ануман это наше предположение, теория догадки, и Шабдапраман это когда мы получаем это исписание. Также это Пратьякша Праман, это зависит от сенсов, и эти сенсы имеют один дефект, который называется «карана апатам», это означает, что они не очень эксперты. Например, я смотрю на фан, фан это revolving, но если фан идёт очень скорбью, то это может выглядеть анти-клок-виз. Это нефть, это нефть, но если я двигаюсь на машине и там очень холодно, таро вода, то, когда я двигаюсь на дороге, я увидел что много воды вон вон, немного ahead, 1-2 километра, но когда я туда, я увидел, что это было просто мираж, и не было вода, это было просто сближение воды, потому что это факт, что это рефлекция, рефракция, и так далее. Таким образом, это все непрофессионные знания. Да, теперь, ученые рассказывают – «Если вы ничего не видели, я не верю, Словно вероят, затем не вероят Это ноября из знаний Но это принцип общеного материала Я верю только в то, что я вижу Субтитры создавал DimaTorzok 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 это, как у него всего library, у него икандин-то allegigten, икандин-то, 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 а как он говорит, а чикар, икандин-то, так чиканин-то, икандин-то, как злик-то такой, они появились якобы 9-х, директор-какил, а мы не каким-то along-то, это были вкрытия сердца. И не смогут понимать это правильно. Так что это показывает, что сенсы – они неприятные, и они не могут дать нам правильную картину, как на 5-блайн-мей. И, соответственно, каждый имеет свои выводы. О, слон – это большая бочка, или слон – это шнурочек, или слон – это большая трубка, и так далее, и тому подобное. Это несовершенные принципы. Следует еще есть чему-то свидетельства Сабдъ Прамады. Субтитры делал DimaTorzok 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 Эти классы могут идти к даянам. И в первую очередь, все бхакти, что они совершают, что они делают, они не знают, и они могут, если они хотят, эти классы готовы, они могут идти к каждому году и становиться победителем. Эти классы. Как простому человеку на улице, можно простыми словами описать, так и человеку, который имеет ту или иную область науки. Просто дать ему соответствующую литературу и попробовать объяснить это обычными примерами, теми принципами, которые описаны, разницу между чувственным опытом. Легко доказать о том, что наши чувства несовершенны. Легко доказать о том, что любые догадки и теории, они несовершенны. Для этого нужны доказательства. И любой нормальный, благоразумный человек примет о том, что нужно все изучать от учителя, от того, кто знает. То есть все нужно получать от шахта-брамана. Виань. Она говорит, спасибо, Махараджи. А способен ли человек воспринять это знание, если у него очень маленький запас сукритик? О, Махараджи, если мы говорим к человеку, который только немного так красивый, он может понимать нас? Да, да, да. Это не духовность. Вот это просто, если человек дееспособный... Да, дееспособных жителей этой планеты не понимают. Не интересуют самым. Не понимают. Не интересуются. Не понимают. Не интересуются. Вы сами бы знали хорошо эту тему и могли бы ее изложить тому человеку, если он не фанатик, он примет. Вам нужно... Что отвечать на вопрос, когда вы говорите, вот, Писание не написано. Писание не написано. Зачем верить в Писание? Для кого вот эта лекция сейчас была дана? Для кого говорили про науку? Для кого говорили про несовершенство чувств? То есть, для кого говорили просто... Вот про это нужно говорить. И когда человек говорит, вот, 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 говоришь, вот это Писание не написано человеку, он делает определенную догадку. Вот ты объясняешь ему, насколько все догадки, они несовершенные. Он же, когда человек, он не знает, он же, он не обладает, он не знает, у него нет знаний, он просто делает те или иные догадки. Просто нужно подойти разумно к этому. И будете амортистов по-другому, って… Нужно кормить прасадом и петь киртами. Сукрути заработает. Да, так как на улице Кали-юга, Махапрабху пришел, Махапрабху был очень мертвым человеком. Таким образом, Мадхай, он строил его, но он получил это премьер, так как на улице Кали-юга Махапрабху сделал так. От Махапрабхата и от киртана появятся мозги у того человека. К какому виду знаний относится самскара впечатление? А? К какому виду знаний относится впечатление самскара? Самскара. What kind of knowledge is this samskara? Самскара. What? Самскара. What kind of knowledge is this? Консак гьяна, самскара. Консак гьяна? Самскара. Самскара. Самскара meaning all knowing is this samskara and this devotee, you know? He is doing samskara, like this, this is sounds like a prasad. Sometimes he chants this holy name, this is ekadashi, jenma, sremi. Anyhow, you do some service, some vaisnava, some krishna, some, there, there. Это связано с Вишну и Вайшнавой. Это связано с Санскарой. То есть, когда мы говорим о Санскаре, это подразумевает в том, что были ли у тебя, например, желания служить Вишну, то есть это направлено на Вишну, или связь с Вайшнавой, с тем или иным, это про вот эти Санскары. Вы про эти Санскары спрашиваете или про что вы спрашиваете? Ну ладно, подумай. Можно ещё вопрос? Махачи… Учёные говорят, что ноута не стоит на месте, когда она развивается. Это дольётся, мы их на привитацию и сможем управлять и изменять эти законы. Но обещания не больше. Пусть докажут сначала, а потом говорят. Пусть хоть немножко сделают из этого. В следующем месяце вырабатывать денег. Существуют ли у Индии учёные, которые верят в Кришну, то есть признают закон Вселенной, проводят ли они какие-то опыты, какие-то исследования, сравнивают ли они, может выпускают какие-то научные труды, может ли у них сайты, на которых можно ознакомиться и просто детально понять. Ная-ден bridges Он нашел, помягкий… Как посоветишь? Ная-ден rearrange. Ная-ден� scientist, who is helping to find proof for our Krishna consciousness. I cannot say this. Я сказала просто, что могу ли я ответить. Махараш, в принципе, он все равно то же самое бы сказал. Просто он меньше западную науку знает в этом плане. Вообще у нас среди преданных очень много ученых, которые именно этим занимаются с тех пор, как Прабхупада сделал учеников. Они все ученые, настоящие ученые в различных областях науки, физика, математика, биохимия, как угодно. Вот в нашей санге конкретно, вот Пашипат Бхактивданта Данти Махарач, он является профессором, и он сейчас пишет книги, делает опыты, эксперименты про ауру, про доказательство, разницу между мхолкой и просадом, разницу влияния мантры и все остальное. Вы же про это спрашиваете? Существует множество ученых. В Исконе существует много научных журналов описанных на эту тему. Это все доступно и в интернете также. И в нашей санге вот Пашипат Бхактивданта Данти Махарач занимается. И Пашипат Бхактивданта Данти Махарач у него две замечательные книги, написанные как в доказательство вверх. Вот первая книга «В поисках счастья» — это короткий вариант первой книги. А вторую книгу я переводила лет десять назад, я просто не знаю где она. Там была, где он писал с точки зрения математики, доказывал это. И как раз вот оттуда с этих переводов я и говорил о том, что все виды разные. У него есть замечательная книга про останки животных из родной археологии. Вот это вот Исконовский вариант. Просто у Неви Махарача глубже. Я сравнивала. У Неви Махарача глубже. Иисуса CAR. Окей. О которой мы говорим! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok